Приветствую вас. Давайте разберём ваш вопрос. Во-первых, коллеги, которые ведут интриги и сплетни, делают это не потому, что у вас занижена самооценка, а потому что у них есть свои на то причины. В частности, эти причины могут быть связаны с их собственным состоянием, с их собственными действиями, с их собственными настроениями, с их собственными переживаниями. Ну и в целом, с их собственной культурой некой такой культуры общения, если угодно, культурой взаимодействия, если угодно и так далее. По общему правилу сплетни и интриги плетутся тогда, когда мало информации. Когда её определённый дефицит, когда её не хватает и появляется некая такая потребность в домыслах. Поэтому вам необходимо здесь, если вы хотите избежать, например, интриг и сплетни, вам необходимо, чтобы люди думали, что знают о вас всё. То есть, чтобы не было такого чувства, да, что что-то они про вас не знают, люди, я имею в виду. Вот, это первое, что хотелось бы, наверное, сказать. Второй момент, связанный с интригами и сплетнями, может быть заключён в том, может заключаться в том, что вы на это каким-то образом реагируете, вот именно вы. То есть, вы можете пытаться оправдаться, вы можете пытаться убедить людей, что это не так, вы можете стараться как-то опровергать то, что про вас говорят и так далее. Если такими вещами вы занимаетесь, то, конечно, это будет проводить к тому, что сплетен будет больше, потому что, видя вашу реакцию, видя то, как вы реагируете на подобные высказывания по отношению к вам, люди будут это продолжать делать. Очень, знаете ли, это в человеческой природе. К сожалению, к сожалению, к большому. Что касается начальства, то здесь тоже такой достаточно важный момент, на мой взгляд. Связан он, в первую очередь, с тем, что разное начальство по-разному выстраивает отношения. И вот вы говорите, да, что начальство сомневается, но в какой-то степени это его работа сомневаться. Потому что неизвестно, как вы, вообще говоря, себя ведете, да, то есть это вы знаете, вот, например, да, это вы знаете, что чего-то вы делать не будете или наоборот что-то будете делать. Начальство уже этого по-понятным, я надеюсь. Причинам для вас начальство этого не знает. Начальство этого знать не может. И таким образом получается, что как-то вот сомневаться в Велс, это прямая бяло. Дело здесь заключается в том, что для вас подобные сомнения являются чем-то таким, знаете, вот, я бы сказал, негативным для вас. Проблема в том, что сомнение начальство вас тревожит. И в этом, на мой взгляд, заключается основная проблема, что вы тревожитесь из-за того, что начальство сомневается. Почему вы тревожитесь? Это очень хороший, на мой взгляд, вопрос. Значит, это может быть угроза. В чем-то. То есть, ну, для вас это может быть угроза. Это может быть угроза. Это может быть угроза. Какой-то, э, э, э. Ну, ну, личная проблема. Вашей. Это может быть угроза. Не обязательно, э, не обязательно делать с мастыненьки. В общем. То есть, я, честно говоря, не очень понимаю, откуда я занимаюсь, вы взяли, с чего вы решили, что дело именно в самооценке. Вот. Не все проблемы связаны со самооценкой, только если вы внутренне согласны с начальником, ну с руководством. Только если вы внутренне согласны с ним, в том, что действительно можно в вас сомневаться вот тогда, а только тогда, можно говорить про то, что у вас наценка низкая. Или если вам неприятно, когда вас, грубо говоря, принижают, вам неприятно, когда вас как-то вот обесценивают, да, или если вы себя склонны обесценивать, что не всегда человеком сознаётся. Вот. Вот. То есть, вот эти моменты важны. И в контексте этих моментов можно говорить о том, что, да, действительно, самооценка – проблема. Дальше идём. Как нужно развивать в себе самооценку, спрашиваете вы. Ну, я всегда на подобный вопрос стараюсь отвечать таким образом. С одной стороны, всё очень индивидуально и важно понимать именно вашу ситуацию, именно вашу проблему. То есть, связано ли у вас дело действительно с самооценкой, или там что-то другое всё-таки. То есть, впервые нужно понять вообще проблематику, да, потому что это вы можете считать, что проблема самооценки, а на самом деле проблема может заключаться совсем в другом струком, например, там, страхе или там, в ещё каких-то моментах, вот, которые вам, ну, в голову никогда бы не пришли. Вот. Это первое. Второе. Значит, чтобы самооценка повышалась именно, повышалась самооценка, нужно делать то, что значимо для вас. То есть, то, что вы считаете сами важным, то, что вы считаете сами, ну, ценным, значимым, весом, весомым. То, что вызывает у вас эмоциональную обратную связь, грубо говоря. Вот. А это будет повышать самооценку. С другой стороны, стоит спросить себя, а на основании чего я себя оцениваю. Ведь происходит это в том числе потому, что человек считает, что он вправе себя оценивать. Но как человек может себя оценить, лично для меня большая загадка. Потому что любая оценка субъективна. Субъективна в принципе. А мы, люди, принимаем оценку, например, людей окружающих за чистую монету. Свою оценку принимаем за чистую монету такши. И считаем, что это истина, ни много ни мало, в последнем шансе. Это не так. Связано подобное восприятие, конечно, с категоричностью некой и с верой в то, что оценка, которая всегда крайне интеллектуализирована, это последняя инстанция. Повторюсь, нет, нет, нет и ещё раз, нет. Это не последняя инстанция. Ну, самооценка. То есть, оценка, оценивание себя, как человек себя оценивает, да. Это не последняя инстанция. И оценка всегда оспариваешь. То есть, любую оценку можно оспорить. Любую. Будь то ваша собственная оценка, будь то оценка кого-то другого. Если это можно оспорить, значит, ну как бы истина с этого под вопрос. А вот чувство, почему я, собственно, и сказал, что необходимо стараться делать именно вот то, что вам важно. А вот чувство не оспорить. При всём желании. Чувство оспорить не получится. Никак. Они просто есть чувства. Поэтому, именно поэтому, ориентироваться нужно на то, в большей степени, что вами ощущается, а не на то, что считается правильным и так далее. Потому что это может меняться. И, к сожалению, меняется это достаточно быстро. Достаточно сильно. Меняется это очень. Ну, диаметрально, противоположно может изменяться. И, в целом, в целом, это весьма-весьма тяжело. То есть, весьма-весьма трудно удерживаться. Трудно следовать за вот, так скажем, модуль. Да? Вот. Ну вот, примерно, такой ответ я могу вам дать. Именно, именно вот с точки зрения психотерапии. Именно для развития самооценки. Хорошо подходит индивидуальная работа. Потому что сами вы развить самооценку вероятнее всего не сможете. потому что вы субъект своего состояния. Вы, ну, как бы, субъект того, что вы чувствуете, того, что ощущаете. То есть, грубо говоря, вы находитесь в ситуации. И возможность для изменения представлений о себе. Мягко говоря, у вас немного. Но это нужно тоже учитывать. Обязательно учитывать этот момент. Так что лучше, лучше, на мой взгляд, отдать это дело в руки специалистов. Ну вот, и позволить именно специалистам вам помочь. В этом все. Я надеюсь, что помог вам. Я желаю вам всего самого доброго. Удачи и надеюсь, что ситуация разрешится для вас самым лучшим образом.